Здравствуйте, дорогие друзья, это «Момент истины», я Стас Симонов, и мы начинаем новое расследование. У стратегического российского патронного предприятия начались серьезные проблемы. Итак, ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Какие проблемы могли начаться у него и почему они начались сразу после начала специальной военной операции? Что это за завод? Это патронный завод специализированный, который состоит в списке оборонно-промышленного комплекса, также имеет первый и второй отделы, МОП-резерв и объекты ГОЧС на территории. То есть, такое серьезное, стратегическое предприятие? Да, это режимное закрытое предприятие, существующее, я уже сказал, с 30-х годов. Там порядка 400 сотрудников работает на сегодняшний день. 400 сотрудников на сегодняшний день? Да, одно из градообразующих. Это единственный завод в России, который выпускает и боевые, и охотничьи, и спортивные боеприпасы и оружие. Как у такого стратегического важного предприятия вообще могут быть проблемы? К 2014 году оно было разворовано. Разворовано? Разворовано, да. Более полумиллиарда было долгов. Предыдущее руководство оттуда увезли в наручниках. Какую работу вы провели за это время? Вот с момента, когда вы вошли как акционеры, как инвесторы вот в это предприятие? Вложили достаточно существенные средства, прекращение процедуры банкротства. Нам удалось восстановить разрешение, получить лицензию боевую, наладить экспорт. За 5 лет где-то мы вытащили это предприятие в уверенную прибыль. И последние несколько лет, начиная с 2019 по 2022, выплачивали дивиденды акционерам, в том числе госкорпорации Ростех, в лице государства. Разворованное предприятие, вы входите туда, вкладываете какие-то деньги, начинаете активную работу. После чего вы вводите это предприятие на какой-то более-менее стабильный уровень. Потом превращаете это более-менее стабильный уровень вообще в стабильный уровень. А дальше что произошло? Мажоритарный акционер, который должен был переоформить по договоренности в обмен на наши инвестиции контрольный пакет акций, конкретно 51, пропадает из страны в Германию. Как по ней пропадает? Она уезжает, эмигрировала? Да, уезжает, отключает телефоны. В начале марта мажоритарный акционер Сахарова прислала документы на предприятие о внеочередном собрании акционеров, чтобы сменить все действующее руководство. Вот вы не связываете все эти события с 24 февраля, с началом специальной военной операции? Как вариант мы рассматриваем такой поворот. Вот эта вот Сахарова, она, я так понимаю, когда прислала эти бумаги, она уже в Германии находилась? Да, находилась в Германии. А что она вообще делает в Германии? Она постоянно там проживает, имеет там элитную недвижимость, а также в Хорватии. То есть в Хорватии и в Германии у нее каким-то образом образовалась элитная недвижимость, и после начала спецоперации приходят вот эти вот бумаги? Да. Совладелец военного завода, стратегического завода, живет в Германии и, соответственно, каким-то образом, или не каким-то образом, а серьезным образом влияет на ситуацию на заводе. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Кто сейчас возглавляет завод? Новое и старое руководство. Об этом можно поподробнее, наверное, рассказать. Уже упоминал, что в 2014 году предыдущее руководство увезли в наручниках. По факту сейчас эта группа лиц жуликов сейчас руководит. Это конкретно господин Гарин, конкретно господин Кривенко и вновь избранный генеральный директор господин Рудыко, которого мы никогда не слышали, его не видели. Вот сейчас эти люди руководят этим предприятием. Те люди, которых увезли в наручниках из кабинета за то, что они обокрали завод, они отсидели и опять вернулись на это предприятие? Совершенно верно. А как такое могло произойти? Вы же говорите спецотдел, первый, второй отдел и так далее. Ну, к сожалению, это не в нашем ведении понимать, что надзорным органом делать в данной ситуации. Но факт есть факт. И на предприятии, конкретно, например, на господина Гарина, лежат исполнительные листы о взыскании 126 миллионов, конкретно с него, не погашены. С формулировкой вернулись они из службы судебных приставов о невозможности найти должника и его имущество. И вот теперь этот вор, жулик, должник приходит первым замом предприятия с правом подписи на завод и фактически руководит своим бывшим подельником, господином Кривенко, этим данным предприятием, которое в списке ОПК. В исполнительном листе написано, если я правильно понимаю, что его невозможно найти. Да. А он сидит в кабинете. Он сидит в кабинете, управляет этим предприятием и у него в сейфе лежат эти исполнительные листы. Исполнительные листы, которые лежат у него в сейфе, в этом предприятии, то есть на патронном заводе, это вот тот ущерб, который он причинил, когда его посадили, вот этому предприятию. Совершенно верно. И он не выплатил. В рамках уголовных дел судом был признан виновным с конфискацией ущерба. А сколько ему дали тогда вообще, не очень понимаю, за все это дело? Это же мошенничество или воровство? Как это квалифицировалось? Ну, к сожалению, отделался он формальным каким-то приказом. То есть его в зале суда, по сути, освободили. Но он был осужден? Да, был осужден. То есть как бы статья присутствует? То есть его не оправдали? Конечно, мошенничество, 159-я, часть 4-я. А вот этот вот новый директор, если он замдиректора, вот этот новый директор, он вообще кто? Откуда он взялся? Мы не понимаем. Мы только знаем, что он выходец бывший из силовых структур. И опыта работы на производстве или в финансовой сфере не имеет. Хорошо, опыта не имеет, но понимание юридическое, что у него заместитель является вот тот самый жулик, которому уже дали статью, исполнительные листы по вот этому делу, по обворованию этого предприятия. То есть он понимает это или нет? С учетом, что он вменяемый здравомыслящий, дееспособный человек и с опытом работы в силовых структурах, по нашему мнению, он должен отдавать себе отчет. Виталий Константинович, давайте попытаемся понять ситуацию. Вы не связываете это с тем, что человек, который находится в Германии, имеет там недвижимость, собственность большую, управляет стратегическим предприятием в России? То есть другими словами, не кажется ли вам, что два варианта может быть? На нее могли надавить немецкие спецслужбы, власть или кто-то еще. Она захотела получить гражданство, вид на жительство, продление чего-то. На нее могли надавить, первое. А второе, она посчитала, что России все, конец. И нужно просто ободрать это предприятие, чтобы вывести максимальное количество денег и забыть об этом, как страшный сон. Должно разбираться следствие. Но понятно, что когда мы руководили все 8 лет этим предприятием, мы все граждане России и члены нашей всей команды с незапятной репутацией, без всяких хвостов. И я из-за своих людей отвечать могу. Конечно, имея в нескольких странах Евросоюза элитную недвижимость, быть, соответственно, патриотом своей страны и действовать в ее интересах, находясь там, ну, на мой взгляд, крайне сложно. Факт мошеннических действий в отношении меня и моих инвесторов, он для нас абсолютно очевиден и доказан. И мы над этим сейчас работаем. И то, что мы не получили в обмен на наши инвестиции контрольный пакет акций, конкретно 51%, это понятно. Но нас интересует и более серьезная глобальная проблема, то, что в существующих реалиях, когда идет спецоперация, когда предприятие в списке ОПК, когда МОП-резерв на этом предприятии, объекты ГОЧС, как это предприятие может управляться из недружественных стран, либо ворами и мошенниками, которые это уже показали, разворовали это предприятие и были осуждены. — Получается, что если широко смотреть в глубину этого вопроса, ведь могут делать не только закрыть это предприятие, могут делать какие-то неправильные патроны, которые попадут на фронт и которыми могут покалечить или убить наших солдат. Ну так, в целом, да? — Совершенно очевидно, потому что группа воров, которая пришла, это Гарин, Кривенко и другие члены его, так скажем, банды, они заинтересованы только разграбить и разворовать. Ситуация неоднозначная, печальная ситуация. Мы, конечно, напишем свои запросы, безусловно, и в прокуратуру. Вот это вот, что за спецпрокуратура, как она надзирает, и что она делает вообще, и что это за люди такие. Конечно, ФСБ мы напишем, ну, во все необходимые инстанции, для того, чтобы разобраться в этом деле, потому что это тревожная очень история. И, конечно, друзья, если у вас есть соображения по этому поводу, а вдруг вы знаете что-то об этом заводе, того, чего мы не знаем, пишите в комментариях. В комментариях. Итак, я Стас Симонов, момент истины, и у нас в гостях был Политаев Виталий Константинович. Шел разговор о Климовском специализированном патронном заводе. Всего доброго.